Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины новая история стран Европы и Америки. И после изучения первых крупных блоков, связанных с изучением новой истории Англии, США и Франции, мы начинаем новую тему Россия в новое время. Мы рассмотрим несколько вопросов. Вот они перед вами на экране. И сегодня хотелось бы рассмотреть вопросы России при первых Романовых и реформы Петра Первого, продолжение империи, если успеем рассмотреть эпоху дворцовых переворотов. Итак, что собой представляла Россия к началу смутного времени? Это период с 1598 по 1113 годы, то есть конец 16-го, 17-го веков. Это время очень сильного политического, духовного, экономического и династического главного кризиса, который произошел в России. Дело в том, что в России несколько столетий, практически все средние века, правила династия Рюриковичей. Но последний представитель этой династии Иван IV или Иван Грозный, как известно, убил своего сына и тем самым прервал своими руками свою династию. И вот после этого в России был период очень краткого пребывания в власти такой короткой династии Годуновых, а затем воцарилась династия Романовых, которая правила вплоть до конца самодержавия в России до 1917 года. Итак, в России было три правящие династии – Рюриковичи, Годуновы и Романовы. И вот у нас вопрос России при первых Романовых. Ну, нужно, так сказать, подвести немножко к этому вопросу, что было вот перед тем, когда первые Романовы выступили на Российский престол. А перед этим было «Смутное время», так называемое. За эти годы вот смутного времени на царском троне побывали Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий I, Василий Фуйский, Лжедмитрий II, а также был период известный как «Семи боярщины». И все это наложилось на мощную польскую интервенцию, когда речь посполитая, это такое мощное польско-литовское государство, которое было к западу от России, намеревалось вообще, в принципе, уничтожить Россию или ликвидировать ее государственность путем разделения на несколько частей. И поляки осадили Смоленск, а затем в 1610 году пошли на Москву и смогли ее захватить. К тому времени, вот уже в России был период «Семи боярщины». Это междуцарствие. И вот эта Боярская дума пошла на сделку с польскими интервентами и призвала на русский престол польского короля Владислава. Одновременно, практически летом 1610 года, с севера началась шведская интервенция с целью оторвать от России Псков, Новгород, Северо-Западной области. Это была очень трудная задача, избавиться сразу от двух важных противников главных, от шведов и от поляков. И это можно было сделать только путем такого всенародного объединения. Эту задачу удалось выполнить народному ополчению во главе с Нижегородским старостой Кузьмой Емениным и князем Дмитрием Пожарским. В октябре 1612 года была освобождена Москва вот этим Нижегородским ополчением. И после этого польский король Сигинун еще дважды пытался захватить Москву неудачно. И конфликт этот, война с Польшей, с Речью Посполитой, завершилась Диулийским перемирием в 1618 году уже при новом царе из новой династии Романовых Михаиле Романове. 1596-1645 годы это не годы его правления, это годы его жизни. А годы правления 1613-1645. На годы царствования первого из династии Романовых Михаила, помимо завершения польской интервенции приходится окончание шведской интервенции, когда в 1717 году в Столбово был подписан Вечный мир, по которому Швеция возвращала Россию Новгород, Старую Груз, Упорхов, Ладогу с уездами. Но многие русские города по-прежнему оставались за Швецией, кроме того Россия должна была выплатить Швеции репарации и по-прежнему оставалась без выгода к Балактийскому морю. Ну а после первого правителя династии Романовых Михаила Федоровича трон перешел к его сыну Алексею Михайловичу и его правление сопровождалось очень крупными важными событиями в российской истории. А я хотел бы показать вам генеалогическую таблицу под названием династия Романовых на Российском престоле. И вот первый правитель этой династии Михаил Федорович. Годы правления, в данном случае не годы же, не годы правления. 1613-1645. Мы помним годы жизни, 1596 год рождения. То есть получается, что 17-летним вступил на российский престол Михаил Федорович Романов. Во многом это произошло потому, что он был компромиссной фигурой, которая устраивала очень сильные боярские кланы, противоборствующие друг другу. А кроме того, он был сыном российского патриарха Филарета. У него отчество Федорович, у Михаила, так кстати, вы знаете, что священники имеют имя духовное и мирское. Вот мирское имя Федор, а церковное Филарет. Патриарх Филарет, кстати, в момент воцарения Михаила Федоровича, когда его избрали на российский престол, он находился в польском плену. И был там еще несколько лет, до 1618 года. Таким образом, Михаил Федорович во многом находился под влиянием своего отца, очень авторитетного священника, главы русской православной церкви. И даже когда патриарх Филарет вернулся из польского плена, они одно время с Михаил Федоровичем сидели вдвоем на престоле. То есть у них был такой двойной трон, как бы, да. И отец и сын сидели рядышком и совместно правили. Вот после смерти достаточно, видите, в 49-летнем возрасте, не дожив до 50-ти даже, скончался Михаил Федорович и на престол вступил его сын Алексей Михайлович. Это годы его правления. Он тоже вступил на престол достаточно молодым, где-то ему было лет 18. И, соответственно, ведь он правил чуть больше 30 лет и тоже скончался примерно, не достигнув 50-летнего возраста. У Алексея Михайловича было интересное прозвище «Тишайший». Но период его правления для России никак не таким тихим или спокойным никак нельзя было назвать. На период его правления пришлось несколько крупных городских восстаний. Московская, Новгородская, соляной бунт, медный бунт, несколько войн, воссоединение Украины с Россией. И очень важный момент – церковный раскол. Если хватит в это время, постараемся об этом поговорить. Если нет, надо будет разобрать это подробно на семинарском занятии. И вот так получилось, что Алексей Михайлович был женат дважды. Его первую жену звали Мария Милославская. И в браке с Марией Милославской у него родились трое детей. Детей больше, но правили трое. Это Федор, который правил после смерти Алексея Михайловича, вот буквально несколько лет. Он был человек очень больной, его даже не мог сам ходить, его носили на носилках одно время. Он правил с 1976 по 1982 годы и у него не было детей. То есть некому было оставить престол после его смерти. Также в этом браке родился будущий Иван V, который совместно правил с Петром I, забегая вперед немножко. И еще дочь царевна Софья, у которой тоже есть, видите, такой краткий период правления. Так что вот в этом браке с Марией Милославской родилось фактически три российских правителя. А вот во втором браке Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной родился Петр I, будущий Петр Великий, который, вот видите, правил России на протяжении практически 36 лет. Что за кризис произошел, так сказать, в России династический в 1682 году? Что за событие? Вот умирает Федор, поскольку детей у него не было, вот получается, что на престол вступает Иван V, но, как писали в летопосях, он был слабым умом и здоровьем. Поэтому фактически правит государством очень образованная, умная Софья, фактически являясь регентом при брате и правительницей России. А в это время вот в браке с Нарышкиной, рожденный будущий Петр Великий, он подрастает в селе Преображенском. Он был совсем еще молодым человеком, когда был вот этот кризис 1982 года, когда некоторые его родственники были уничтожены в ходе бунтов, так сказать, в том числе направляемого Софьей. И, то есть, здесь столкнулись два клана, Милославских и Нарышкиных, и на время Петр был отставлен в сторону. Вот, но в восемьдесят девятом году, когда ему было уже 17 лет, он уже был достаточно взрослым, и он вступил в борьбу за престол. Вот видите, ему удалось сместить Софью и отправить ее в монастырь, и определенный период он правил совместно с Ивана Пятым. То есть, вот с 1689 по 96 годы, вот это до смерти Ивана Пятого, то есть, 7 лет они правили фактически совместно. Вот, де Юре правил Иван, все-таки он был старше, вот он подписывал указы царские, так сказать, а де-факто правил Петр, да, то есть, который эти указы готовил, так кстати, уже тогда начал проводить такую проевропейскую политику. Вот, ну и после смерти Ивана Пятого Петр Первый единолично, так сказать, возглавил Россию и возглавлял ее до 1725 года. На период его правления пришлась очень длительная Северная война со Швецией в 1700-1721 годах, по завершении которой Петр Первый был приглашен императором, а Россия стала империей. Итак, вот таблица династии Романовых на российском престоле. Вот, последний российский правитель Николай Второй. Вот, пожалуйста, можете сделать, так сказать, скриншот. Вот, и эту таблицу для себя сохранить. Мы по ней потом на последующих лекциях тоже, возможно, будем смотреть, как переходил, так сказать, трон престола вот одной вот этой ветви к другой. Как менялась власть, так сказать, какие были насильственные, так сказать, попытки свержения власти и так далее. Вот, и все это по этой таблице династии Романовых на российском престоле. А мы возвращаемся к нашей лекции. Итак, Россия при первых Романовых. Мы, я думаю, заглянем сразу в хронологическую таблицу и посмотрим важнейшие события истории России. Итак, вот, вступление в российском престоле Романовых, основателя династии Романовых, затем правление Алексея Михайловича. Интересное событие – это Семен Дежнёв открыл пролив, отделяющий Азию от Америки. А в 1149 году было принято соборное вложение. Это фактически такой феодальный сборник документов, такая фактически феодальная конституция России. Вот важнейшее событие 1653-54 годов – Переславская рада по соединению Украины с Россией. Огромную роль, которую сыграл Богдан Хмельницкий. То есть только об этом событии можно говорить на целый семинар. И вот, в 1666-67 годы церковный раскол, когда лидер раскольников Протопоп Вакум в конце концов был сожжен на кресте за свою раскольническую староверческую веру. А патриарх Никон, вступив в конфликт с Алексеем Михайловичем, тоже, так сказать, был отправлен в ссылку и скончался. Но, так сказать, в России была проведена мощная церковная реформа, которая завершилась тем, что не все ее приняли, так сказать, часть ушла в раскол, в противодействие. Вот, но так Россия стала, в общем-то, молитвы стали совершаться по византийскому образцу, византийскими, так сказать, священниками была проведена эта реформа. На правление Алексея Михайловича приходится также восстание Степана Разина. Вот, дальше то, что я говорил, смещение Софии, воцарение Петра I, который одно время правил совместно с братом. И вот первая крупная внешнеполитическая победа Петра — это взятие Азова, затем было Великое посольство в Европу, когда были установлены торговые, экономические, научные связи и так далее, и так далее. Вот, Северная война, о которой тоже можно говорить отдельно, и по ее завершении, после победы над шведами, а вот, продолжение России и империи. В ходе этой войны в Устье Невы был основан город Санкт-Петербург, который с 1719 года стал столицей России. Вот знаменитая Полтавская битва, затем учреждение Сената, это все реформы Петра I, замена приказов коллегиями, морская победа у Гангута, учреждение Святейшего Сенода, видение табеля о рангах. Табель о рангах — это система государственной службы. Вот, пожалуйста, сделайте скриншот, посмотрите, что это такое. Вот, а я сейчас вам дам вопросы для закрепления. Вот они. Тоже, пожалуйста, сделайте скриншот, изучите эти вопросы. И вот список рекомендуемой литературы, так сказать, 18 изданий по теме «Россия в новое время». Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...